МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здорово, Виталий Николаевич! Здорово, пацаны! 777 ТВ. Приветствую. Существует версия, что Владимир Маяковский был претечей стиля русский панк-рок, а именно некоторые одиозные панки-исполнители считают стихотворный стиль известного советского поэта источником своего вдохновения. Что ты можешь по этому поводу ответить? Ну, я не знаю, почему Маяковский к панку там, а не его как-то... Это скорее начинатель индастриала какого-то. Индастриала? Ну, ясен пень. А мы даже, кстати, один раз делали такую фигню. Мы прямо такой, знаешь, как будто индастриал прям начали играть, и я прям читал с книжки эти самые, стихи Маяковского. Они туда подходят идеально вообще. Ну, ты сейчас говоришь о группе «Залп», да? Не, это был какой-то там другой проект совсем. Там из «Залпа» был только я один, а там остальные люди из «Империи зла», из какой-то там еще из каких-то групп. И просто начали вот ебашить, знаешь, как вот «Хотфлэш» ранние, блядь, такие, вот типа того. И под вот это вот... Идеально. Я достаю из широких штанин. Смотрите. Нет, там еще покруче, там еще покруче есть. Это из штанина, это уже банальщина. Это уже избитая тема давным-давно. Там про паспорт, про советский. Там есть покруче темы. Я не помню, как они уже называются. Некоторые, по-моему, даже вообще без названий. Ну, подожди, у Маяковского же есть и с матом стихотворения. Ну, мне такие не попадались, не знаю. Нет, ну, судя по Маяковскому, по-моему, такие стихотворения у него быть должны. По-любому. А то, что это? Маяковский, да без мата, там прям вот, как этот самый, надо же там по буржуйству там ударить, там, железной рукой, там. Там крепкое словцо обязательно должно присутствовать. Ну, конечно, да. А куда же без крепкого-то словца? Без крепкого-то словца там никак не обойдется. Ну, может, там подредактировали потом. То есть ты Маяковского больше определяешь к стилю индастриал, чем к панк-року? Ну, да, к индастриалу. Ну, я вот, мне кажется, вот так вот, лично мое мнение, я не знаю, как там, может, кому-то там панк-рокам это покажется. Но мне кажется, что это индастриал чистый лазовый. Ну, как бы, если ложить стихи Маяковского на тяжелую музыку, да, на индастриал, ну, да, она так ляжет, она даже будет как бы больше, как вот, да. Если бы Маяковский в наше время жил бы, вот он для индустриальных рук, для всяких писал бы вот эти тексты, я так думаю. Ну, вот типа Рамштайна, да, вот это вот, как бы... Ну, даже погрубее, знаешь... Ну, подожди, вот у Рамштайна, получается, они вот, у них в чем фишка-то, они на каком-то практически выговор, такой, как бы, старый, послевоенный немецкий, типа того, короче. Ну, да, они такие там смахивают на эти... На грубоватый такой, и у Маяковского, да? Извините, немецкий язык, он сам по себе грубый, тут уж никак не крути. Ну, понятно. Это не французское такое. Рубящие фразы вот эти вот, ну, и у Маяковского как бы вот стихосложение. Ну, и у Маяковского так же, да. Вот я тебе говорю, вот да, проведи аналогию, так же получается все. Ну, как бы да. Что это индастриал какой-то, но не панкрут. Ну, вот если положить Маяковского, например, на песню «Дорик Согут», как бы это выглядело? Ну, и там «Дорик Согут», там-там-там-там-там. Ну, у меня дома где-то есть такая небольшая там сборничка стихов Маяковского, вот надо взять его с собой, я бы тут сейчас подноложил бы. Ну, понятно. Значит, короче, Маяковский больше, блин, больше Крамштайна, чем Секс-Пистолсу. Ну, да, кстати, если бы Маяковского приравнили с Секс-Пистолсу, это было бы как бы нелепо выглядело, слишком весело. Слишком весело, потому что, поэтому я и говорю индастриал. У Маяковского как бы больше порядок, порядок, еще раз порядок. В индастриале везде порядок. Конечно, там качают ровно там. Да. Ровно это. И у него стихи ровные такие же, вот под индастриал идеальные. Да, так что Маяковский скорее больше индастриал. Индастриал. К панк-року там можно какого-нибудь Есенина припиздюкать, он там всякое распиздячество занимался. Ну, да, конечно. Я люблю, когда женщина мочится, да, и в воздухе пахнет мочой, да. Вот, вот, да, вот. К панк-року Есенина припиздюкать. Ну, да, там я согласен. Больше как бы и по текстам там подходят. Ну, и по текстам там, вон даже монгол-шудан там сыграли, это его... А, ну да, Москва там, да. Да, вот из Москвы Кабацкой там три стиха в этом... И там вот один из них... Ну, я понял. Ну, да, вот известный, но монголы пели ее. Ну, конечно, да. Так что, это самое, Маяковский индастриал, Есенин панк-рок. Все, понял. Спасибо, спасибо. Вот как ты считаешь, если бы в свое время испанцы и англичане не завезли чернокожих невольников из Африки в Америку, появился бы тогда хэви-метал? Ведь не секрет, что корни хэви-металла произошли из африканского блюза. Слушай, ну, разве хэви-метал произошел? По-моему, рэп произошел из африканских этих... Какой-то африканский там, да. А вот я с тобой не согласен. Да? Ну, потому что... Скажи, я может... Как бы всю дорогу раньше всех появился, наверное, все-таки блюз. Ну, трудно сказать. Еще ж до этого джаз появился. Ну, джаз, блюз. Блюз попозже немного, по-моему. А джаз-то он еще начинался там в 30-е. Ну, вот металлизированный блюз. Вот кто играет? А я не знаю. Я знаю, кто играет этот самая. Грайн-корд джаз. С саксофоном. Ну, это японцы какие-то. Нет. Есть Джон Зорн, такой саксофонист известный. У него есть и серьезные произведения, блядь. А вот этот потом, блядь, вот этот... С этими связался он. Там группа «Поинкиллер» появилась. Там, короче, Джон Зорн этот с саксом. И остальные все из Наполмдета, еб-то. Ну, да. Ты представляешь? Ну, из Наполмдета, из раннего, которые уже потом в «Скорн» переименовались. Там «Скорн» группа появилась. Индустриальная. Вот. Ну, я понял тебя. Не, ну, все равно, мне вот кажется, ну, как бы, в блюзе там уже более-то гитарные партии такие, как бы... Блюз, блюз. Все-таки тягучие такие, там, что-то, наверное, навороты какие-то уже более-менее. Все же вот любят играть тут, рокеры, блюз, вот как бы отдыхают на блюзе. Да нет, я против блюза ничего не имею. Я просто не знаю, как его прицепить. Ну, подожди, а вот давай вот вспомним. Ну, допустим, да, если чернокожие сделали блюз, ну, скорее всего, да, может быть, все-таки чернокожие. Блин, я вот точно не помню. А вот белые команды, кто вот из белых команд стал первым играть вот такую музыку, вот более-менее тяжелых? Да, Битлз, допустим. Ну, Битлз это вообще-то попса, на самом деле, вот, если так по большому счету взять. Вот эти делаются обмарины их, блин. Вот, да, Битлз, кто? Ну, знаешь, это, ну, Дорзы еще в те времена были, Дорз. Ну, Дорз, ну, Дорз, вот видишь, тоже вот не пойми, то ли блюз вот тоже. Да нет, у Дорзов там какой-то, не знаю, я тоже не знаю, как это называется, но это круто, блин. Ну, это же более как хипстера, а хипстера, блин, это, подожди, вот даже если послушать Флитфуд Мэг, как бы, там тоже какие-то такие уже мелодии непонятные, там более, как бы, это даже... Ой, да таких групп, куча же... Проскальзывает что-то такое уже тяжелое. Кинг Кримзон еще там, психоделию играли, они, блин, тоже там нехеровые темы, иногда такие прорываются, я просто в шоке, блин. Ну, да, ну, в принципе, самый такой всплеск там был, короче, на Водстоке, там тогда повылезло очень много команд. Ну, Водсток это такой, да, фестиваль был продвинутый в этом, в Англии, да. Но он каждый год же проходит там. Ну, первый Водсток там был, наверное, просто пипец, блин. Ну, это было еще в какие времена, хер, ну, когда самое течение хиппи началось бы. Там, наверное, Водсток весь засыпали ЛСД. Ну, конечно, ясен, пень, там наркотики рекой, если то, по-другому, лились. Я вообще-то не пойму, что там, куда там полиция смотрела, блин, вся огромная стажа. Ты можешь, они забивают уже на эту тему, блин. Там прям, если ловить, то надо прям всех прям хватать. Где столько ментов наберешь, чтобы всех поперехватать? Вот там наркобарыги на бабло поднимали. Ну, ясен, пень, а вот эти вот электронные фестивали, казантипы всякие. Ну, это уже сейчас. Ну, да, но я говорю, сейчас такие. Там же тоже наркота, столько угодно. А ты вот можешь вспомнить вообще какую-нибудь негритянскую группу в то время, где негры играли, вот того времени, хотя бы времен Водстока или до Водстока? Вот что-то я как-то не могу припомнить. Ну, подожди, ну, Джимми Хендрикс. Ну, Хендрикс, нет, понятно, ну, Хендрикс-то там один черный, по-моему, и был во всеми. Да хорош ты, блин. Кто, рок-н-ролл, Чак Берри, глянь, там рубил. Ну, Чак Берри, да я понимаю, нет. А, ну, мы, короче, пришли к такому вы... Вот это многие люди, короче, даже и ты в том числе. Короче, если хороший гитарист и там известный тип, типа Чак Берри, там, Хендрикс, он уже, типа, не черный, короче, да? Он уже, типа, не черный. Нет, что ты сделал, как этот Хендрикс не черный? Он черный, реально. Он уже приближен к белым, короче. Да нет, он... Так как? Нет, вряд ли, не знаю. Ну, что это он должен приближаться? Я тоже одно время, как бы, это самое, про Элвиса Пресли там, думаю, ляг, сколько песен хороших он напел, а полез копаться. Оказывается, Элвис Пресли там, блин, тупо перепевал там песни всяких, там, чернокожих исполнителей. Как-то так. Ладно, это вопрос спорный. Кто там хэви метал завез и кто его сделал, кто является основоположником хэви металла, даже и непонятно, как бы. Если уже такого классического хэви металла брать, то, наверное, скорее всего, это группа из того вот, ну, как бы, из той волны, где вот Iron Maiden, да? Ну, Except. Хэллоуин. Ну, это, да, это мои первые группы, которые я очень сильно любил. Ну, как бы мы на них вот выросли. Ну, да, я вот и вырос на них. Это является как бы хэви металлом. Вот эти, Megadeth, там, Except, блин. Ну, Megadeth там уже более. Ну, да, нет, но все равно я просто, это все в то же время было. А так вот чисто хэви металла, то вот Iron Maiden. Металлика мелодичные. Проекты там всякие с Хэллоуином, Гамарэй там. А, ну, Гамарэй, да. Это же с Хэллоуином, да, точно. Я просто сто лет не слышал там. Да я вот даже не знаю. Сайс вот любил еще это, Running Wild, а они такие, как Хэллоуин. Да, 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 тоже вообще-то крутая команда. Такие, таки, как Хэллоуин. У них альбом Masquerade хороший вообще. Я даже вот не знаю, группу Рейнбоу отнести к чему, блин. К хэви металлу или к року какому. Это хард-рок. Хард-рок, да, скорее всего. Рейнбоу, это хард-рок, это хардат, честно. Ну, у них такие композиции вот длинные, ну, так, блин. Ну, там же и Тричи Блэкмар ебашен будет. Ну, да, вот там как бы послушаешь, блин, это все канитель и думаешь. Вроде бы люди уже все сделали, все, что только можно. Но даже по одной композиции уже все эти гитарные ходы там, блин. Ну, прикольно, конечно. Я иной раз слушаю Рейнбоу. Ну, да, я тоже. Альбом вот этот Кулак. Райзинг у них хороший альбом. Люблю его послушать. А этот еще, как его там, где в Ваде-то там плавает, как его. А, Холли Дайвер. А, вот, да, кстати. Холли Дайвер, это вот я любил. Альбом тоже хороший. А там же у них в Райзинге кто? Ронни Дио пел, да, по-моему? Да, Дио пел. А, Дио пел, да, Ронни Джеймс Дио. Да, да, он там пел. Правда, там много народу потом пел. Там и Дио пел, еще кто-то пел. А, ну, да. А там всю жизнь там круговорот воды в природе. Там у них не поймешь, кто пел. Там, наверное, и Оззи пел. Ну, они там, типа, они как бы из одной тусовки, вот, они там друг к другу прыгают, там, попеть, там, поиграть. Да, Оззи Осборн, кстати, тоже. Ну, там вот этот Блэксамо, Трэйнбоу. Да, кстати, видал, Оззи Осборн, блин, всех пережил, блин. Алкаш безумный, блин, наркоман-алкаш. Поглощающий немыслимое количество всякой хрени. Ну, вот, он за счет этого и живет. Вот, вот, сейчас он, только он бросит, он сразу его отнесут на кладбище. Оззик там любитель был нажраться и обсыкаться в штаны. Айвбокеру было. Он, кажется, остажил. Короче, ладно, понятно с этими товарищами все. Короче, спорный вопрос так остается. Цены на самые дешевые сигареты в Орле. Астра Прима Ватра 29 рублей. Маршанский Космос 42 рубля. Белорусские сигареты из разряда МЗ от 44 рублей до полтинника. Курите! Сегодня у меня в гостях мой старинный друг, практически с юности, Юра Грач, по профессии литейщик. Вот, дилец. Прямо давным-давно мы с ним знакомы. С 16 лет, можно сказать. Да? Да, совсем молодый был. Юра, аюбы? Юра, вот если вы по профессии литейщик, вот можете ответить. Вот вам ваша профессия нравится? Да. Да, то есть у нас вас вполне полностью устроено. Полностью. И зарплата у вас хорошая. Да. И металл вы любите. Ну, то есть вы вот своими глазами видите, как льется металл. Да. Ну, это как бы будоражит вашу кровь там, или что? Даже оргазм получается, Юра, дружище. Когда льется металл, ты получаешь оргазм. Даже, блядь, чирочка встает, Юра. Ни хрена себе. Какая профессия хорошая. То есть можно даже туда импотентов посылать, и когда они увидят, как льется металл... Да, и из чугуна, короче, у них будет стоять хуй. А деньги будут? Будут, ебучие рога. То есть, короче, пословица, блядь, лей металл, чтоб хуй стоял, и деньги были, да? Да, 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 совершенно верно. Пацаны, хочу вот вам обоим задать вопрос. Вот вы же в курсе, да, что сейчас попса, блин, гораздо получается больше в ходу, чем рок-н-ролл. Вот что должно произойти? Вот, например, допустим, даже вот на уровне Орла, чтоб рок-н-ролл опять воспрянул духом, и как бы везде стал популярен. Дружище, ты мне скажи, что такое попса. Попса это, короче, зарабатывание денег, галимое, блядь, да? А рок-н-ролл, это, короче, он и в Африке рок-н-ролл. Есть такая группа, например, Металлика, да, есть такая группа Слеер, да? Вот Слеер это трэш, а Металлика это... Попсня. Это уже, которая нравится всем, нахуй. Ну, это металлическая попса, собственно говоря. Это вонючая, блядь, петушня, короче. Вот, да, вот так вот, да, я так к ним отношусь. Ты представляете, вот, блин, сидят вот в Орле, с толпы рок-н-ролла, и говорят, что Металлик это вообще петушня какая-то. А в плане есть, ёпта-то. Да, они такие и есть, ёпта-то. Хули, блядь. Чтоб они ровнее ходили, ёпта-то. Пусть, блядь, слышит меня Джеймс Хэтфилд, блядь, и Ларас Урлих, ёпта-то. Не, ну почему? У них же в 87-м году такой хороший альбом. Они, они до 88-го года они играли, да. А потом они уже всё, блядь. Ну, а как же два медляка их них обалденных. Медляки, пусть Скорпиенс поют. Кстати, да, давайте поговорим о Клаусте Майне, о группе Скорпиенс. Да, ну, он карлик какой-то такой. Самая крутая и трешая группа, это кто? Это Слэй. Это Слэй, да. Ну, понятно, блин. А вот группа Скорпиенс, там как тёлки-то от неё пёрлись? Ты что, забыл, что ли? Да, они как были. Ну, потому что там было пара медляков, от которых там только тёлками переться. Ну, да, берёшь тёлку, снимаешь там где в клетке. И ставишь там этот Горький парк вот этот вот. Горький парк ты же ставишь? Ну, там они про Горький парк поют, Скорпиенс, вот этих медляках. А, даже так. Ну, да, там Горький парк. О! И бия, да-да-дам. Та-да-да-дам. Там, та-да-да. Потом покупаешь тёлочке Амаретто, да, говоришь ей, что ты её любишь. Амаретто такое поило противное. Ну, они его любили, да. Да тогда все его любили, потому что особо... Бля, Рэлла, был ублюдки, ёпта-пиздец, ёпта-пиздец, ёпта-пиздец. Вообще, блядь. Вот раньше мы пробки лили, помнишь? Ну, да. Да. Водочные. Да, мне очень это не нравилось. А вот сейчас, в данный момент, короче, мы, короче, начали, короче, сделать, короче, бутылочки. Запчасти для Крымского моста? Да. Как пошёл заказ, так у нас попёрло, мама, не горю её. Вообще пиздец. Что, ипотеку выплатил? Ипотека, блядь, хуяка. И вот там, блядь, короче, слышь, мы сейчас, короче, и, блядь, изоляторы до Крымского моста, блядь, и всё, и слава богу Путину, блядь. Вот он сам и звонит, кстати. Скажи, детали до Крымского моста готовы. Смотри, кто звонит. Пунька. Убей. Вот ты удивлён.